Когда зарплата хватает, тогда свобода. А вы думаете по-другому? У вас Навальный эта свобода, да? Это здорово. Знаете, сначала надо всем зарплату выровнять, а потом спрашивать, что такое свобода. А то очень хорошо, когда один получает много, другой получает мало, понимаешь? И это как бы сказать, надо сначала всех на Мерседес посадить, а потом спрашивать, как в стране живется, да? В принципе, это же везде так, ну, то, что есть такое разделение большое между... Нет, 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 я был за границей, причем в таких странах, где там, как бы тебе сказать, там дачи имеют эти, то, что от Обамы, да? И там очень интересная эта ситуация, они стесняются. То есть он идет точно так же, как рабочий. У него такая футболка выстиренная, штаны выстиренные, какие-то сланчики. И он с рабочим сидит, там болтает, болтает. Единственное, что его отличает, что у него там нашивки лакоста там, там все не было, он спешен на стае. А так вот в один-в-один даже не скажешь, где хозяина, где этот. Он стесняется, понимаешь? Это очень такая... А это в Штатах было? Нет, это не в Штатах, это рядом остров у них. И они там все строят виллы, эти администрации. Они как бы... Чтобы их никто не видел. Ну а на выборы пойдете? А на выборы... Ну а кого выбирать? Вот я даже все настолько глупо. Я даже... Ну и вы так вот... Понимаешь? Ну как бы сказать, да? Вот это... Ну я смотрел эти фотографии как... Ну извините. Это девушки вот эти красивые все. Ну что ты так вот веришь, что вот она прям такая свобода, да? Девушка вот такая. Или вот эта Соболь, да? Вачка. Ну вот ее просто поставь, да. Ну это один-один проект Тимошенко. Просто на Западе поняли, что есть проект Навального, а нету второго проекта. Нужен второй проект. Понимаете? Это просто люди проекта. А Навальный кто? Навальный это Ельцин. Ну подрихтовали, не пьет. Миша, это как он, как он, как он Горбачев это говорил? Ты не прав, да? Я не помню там как... Миша, а Миша, ты не прав. Ельцина с моста бросали, народ... Единственное, что не нравилось, Ельцин пил. Сейчас взяли Навального и он не пьет. Вот, а что он сделал, что будет делать, как будет делать? Вообще ничего не понятно. Соболь, вот Тимошенко возьми 20 лет назад, поставь. У них даже портрет одинаково, понимаешь? А как, подогнали. Ну, думают, ну, наверное, что-то... Вот откуда это, как она, Тимошенко? Вообще никто не знает. Там какая-то она была этим... Как она там... Писала, писала, писала. Это... Ну, секретарша была. Потом вдруг газовые контракты, потом... И так сейчас вот это... Не знаю, ребят, свобода. Дайте мне эту безлимитную карточку, и я буду свободен, понимаешь? Ну, вы счастливы в Москве, вам нравится? Нет, я по нужде приехал. Денег не хватает, я по нужде, понимаешь? Вот опять факт свободы. Я бы в жизни не поехал. Ну, я, наверное, долго вас отрываю. Да, нет, нет. Если пару слов скажите. Да. А насчет свободы я скажу, что я видел людей... Я удивился, я очень удивился. Год-два назад был в Ялте. Приехал в Ялту, значит... И познакомился вот так вот с людьми на пляже. Насчет вот свободы, хотел сказать. Оказались простые учителя из этого, из Санкт-Петербурга. Ага. Они очень четко свою финансовую систему отстраивают. Живут у знакомых. Никогда не пойдут ни в какой ресторан, где вот это вот пьяным просрочку сбрасывают. Они пойдут в нормальный там ПУД-магазин, там нет магнитов ПУД. Купят мороженое, килограмм мяса, там все 5-6. И сделают. Они очень четко свой бюджет ведут. В результате наши дней 10 поболтаются, потом обгорелые без денег возвращаются. Они приезжают 1 июня, уезжают 31 августа. Здоровые, загорелые. Причем денег вообще не потратили. Вот свободные люди. Спасибо, приятно. Очень слушаю, я сам из-под Питера. Спасибо. Нет, питерцы это самые умные люди. Я просто в Питере всю жизнь жил, потом перенесла жизнь в Рязань, сейчас в Москву. Питер, Питер forever. Согласен, спасибо. Как я свободу представляю? Я даже не знаю. Свобода действий. Ты делаешь то, что хочешь. Тебе ничего не ограничивает. Без каких-то рамок. Ну то есть получается, то как вы живете у вас вполне устраивает. Все достаточно свободно. Ну, в принципе, да. Видите, а у вас сигареты не продаются? А можно вам прожески еще задать? А что вы думаете по поводу свободы? Какое представление у вас есть? Хороший вопрос. Свобода это независимость от всего. От любых обстоятельств. Ну, это должно учитываться интересы других? Ну, сейчас каждый учитывает интересы свои. Какая свобода для нас? Свобода? Ну, ракета? Не, ну, космос это не свобода, наверное. Свобода это когда ты не ограничиваешься, наверное, ничем. Ну, именно в своей голове. Наверное, вот так свобода. Ну, а это должно сочетаться с другими интересами других? Других людей? Ну... Свобода заканчивается там, где начинаются интересы другого человека. Сто пудово. Все, счастливо, ребята. Все доброе. Вот она, свобода! Мы свободны, мы же на пенсии. Вот. Ездим отдыхать, ходим в парки, танцевать. Ну... В общем, счастливы. Очень. По полной. Да. Тогда я вас поздравляю. Спасибо. И желаю вам хорошего вечера. Абсолютной свободы не бывает. Никогда. И не надо. Абсолютная свобода. Должны быть рамки какие-то.